Всем огромный привет! Меня зовут Елена и добро пожаловать на мой канал! Сегодня предлагаю приготовить вот такие аппетитные золотистые кабачки. Кабачки получаются очень вкусные, внутри невероятно сочные, а снаружи хрустящий, ароматный, вкусный кляр. Давайте готовить! Но прежде не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы узнавать первыми о новых вкусных домашних рецептах. Всем, кто уже подписан, огромное спасибо! Все точные пропорции продуктов, как всегда, в описании под видео. Нам понадобится 2-3 кабачка среднего размера. Для этого блюда лучше выбирать молодые кабачки. Кабачки заранее моем и отрезаем хвостики. Далее нарезаем кабачки на кружочки толщиной примерно чуть меньше 1 сантиметра. Слишком тонко кабачки не нарезайте. Примерно вот так должно получиться и у вас. Подготовленные кабачки отправляем в глубокую миску и солим по вкусу. Хорошо все перемешиваем и отставляем пока в сторонку, чтобы кабачки пустили сок. Теперь приготовим кляр. В глубокую миску отправляем 2 яйца. Добавляем 3 столовые ложки сметаны любой жирности, но лучше брать сметану пожирнее, тогда кляр получится вкуснее. Добавляем 50 грамм твердого сыра, натертого на мелкой терке. Небольшой пучок укропа мелко нарезаем и добавляем в глубокую миску. Далее добавляем 3 столовые ложки муки. 1-2 чайную ложку сухого чеснока, если у вас нет сухого чеснока, можно добавить свежего. Молотый перец по вкусу, пол чайной ложки молотого кориандра. Также можно кляр подсолить, это по желанию. У меня твердый сыр соленый, поэтому соль я больше не добавляю. Теперь нужно все хорошо перемешать до однородного состояния. Тщательно разбиваем все комочки и должна получиться примерно вот такая консистенция готового кляра. На разогретую сковородку наливаем растительное масло. Масло должно хорошо нагреться. Теперь берем кружок кабачка, обваливаем сразу в муке, а затем в кляре. Кабачки обязательно нужно панировать в муке, чтобы кляр хорошо держался. Выкладываем кабачки на разогретую сковородку и жарим с двух сторон 2-3 минуты на небольшом огне до золотистой корочки. Жарим кабачки на небольшом огне для того, чтобы кабачки успели приготовиться. Крышкой накрывать не нужно. Готовые кабачки снимаем с огня на тарелочку и таким образом жарим все остальные. Посмотрите, какие кабачки получаются красивые, аппетитные и с золотистой хрустящей корочкой. Готовые кабачки теплыми подаем на стол. Кабачки получаются очень вкусные, аппетитные, сочные внутри, с хрустящей корочкой снаружи. А благодаря такому кляру все соки кабачка остаются внутри. Друзья, обязательно попробуйте приготовить кабачки по этому рецепту. Очень надеюсь, что видео вам понравилось. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите комментарии. Ну а я как всегда желаю вам удачи на кухне, крепкого здоровья и всего самого хорошего! Субтитры сделал DimaTorzok